Еще недавно это был оживленный город, столица региона. Сегодня те, кто не успел бежать из Донецка, стараются не выходить на улицу без крайней необходимости. Город все еще находится в руках пророссийских сепаратистов, и украинская армия продолжает свои обстрелы. Снаряды попадают в жилые дома, мирные жители гибнут. Бабушка мне говорит, а вот, говорит, человек лежит. Я даже не подумала, что даже мне мысли нет, что это мой муж. Я посмотрела, его не узнать, не узнать ничего. А как увидела, он в туфлях, в своих туфлях, его дух был, понимаете. Ой, господи, я прожила с ним 45 лет, это такой человек. Число жертв в этой войне неумолимо растет, и есть ощущение, что, возможно, конфликт входит в решающую фазу. Следы боев видны и на дорогах, ведущих в Донецк. Украинская армия усиливает контроль над въездами в город. В первую очередь, по словам Киева, блокируются пути снабжения из России. Из-за боевых действий наблюдатели ОБСЕ вот уже четвертый день не могут добраться до места крушения малайзийского Боинга к востоку от Донецка. Бои могут продлиться еще неопределенное время. Украинские войска загрепились на позициях вокруг города, но взять город под свой контроль будет гораздо труднее. Какие еще испытания ждут мирных жителей, не покинувших Донецк? Когда международные эксперты, находящиеся сейчас здесь, в Харькове, смогут начать работу на месте авиакатастрофы? Вот главные вопросы на данный момент. Но ответов на них пока нет.